Знаете, с одной стороны можно говорить, конечно, о том, что вся ситуация, которая сложилась на сегодняшний день в Нагорном Карабахе, была запланирована Кремлем еще тогда, когда эта война начиналась. И что это, в принципе, не столько война, сколько российская спецоперация. Но я бы не стал в этой связи говорить, что Владимир Путин такой гениальный тактик, у которого случаются такие вот выдающиеся озарения, которые помогают ему сохранять контроль над постсоветскими пространствами и усиливать этот контроль. Я бы сказал, что Владимир Путин пользуется теми наработками, которые существовали до него. Мы просто об этих наработках не думаем. И, кстати говоря, именно потому, что мы о них не думаем, мы очень часто с вами попадаем в просаг, когда речь идет об украинской государственности и об украинском противостоянии России. Что я имею в виду? Я сейчас не буду отвлекаться на долгие исторические споры о том, кто в Карабахе был первый, кто второй, кто древнее. А мы, между прочим, любим, когда вы отклоняетесь. Но я хочу сказать о другом, о политическом аспекте этой истории, наступившем в момент развала Российской империи. Провозглашенные на ее руинах Азербайджанская демократическая республика и Республика Армения первым делом начали войну за спорные территории, среди которых был и Карабах. А советская Россия, большевистская, в свою очередь, уже спустя два года, примерно после начала этих событий, когда большевики смогли установить свой контроль на территории собственно Российской Федерации, начала войну за собирание земель бывшей империи. И вот интересно, что в ходе этого собирания земель первой была оккупирована Азербайджанская демократическая республика. А Республика Армения еще где-то полгода сохраняла независимость от большевиков. Там правила партия Дашнак-Цутюн. И большевики передали контроль за этими спорными территориями, которые воевали Азербайджан и Армения. То есть за Нагорным Карабахом, советскому Азербайджану, но не буржуазной же Армении его было передавать. А затем, когда была советизирована и Армения, причем вы понимаете, что большевики пришли на территорию Армении, вот как сейчас, как освободители, как люди, которые спасут армян от уничтожения со стороны усиливающейся кемалийской Турции. Тогда Нагорный Карабах был сохранен в составе Азербайджанской СССР в качестве автономной области. И к тому же на автономной республике в составе Советского Азербайджана стала Нахичевань. Где тогда было примерно поровну, может быть чуть больше, было армянского населения, чуть меньше азербайджанского. Но в принципе уже тогда было очень большим азербайджанское присутствие в Нахичеване, в Карабахе его в принципе не было. Тогда это многих не очень сильно волновало. Почему? Потому что идея Советского Азербайджана, я думаю, тоже должны понимать, он противопоставлялся Азербайджанской Демократической Республике, потому что Азербайджанская Демократическая Республика выдавалась за национальное государство тюрок Азербайджана. Тогда еще не было понятия азербайджанца, тогда было понятие тюрки Азербайджан. А советский Азербайджан был интернациональной республикой. Кто был, по-вашему, по национальности первой секретарь ЦК Компартии Азербайджана тогда? Ну, кто же интересен? Ну, как вы думаете? Ну, я не знаю. Ну, Армения. Да ладно? Конечно. Армения? Армения. Тогда это никого сильно не интересовало. Очень интересно. Я не знала этого. А еще один очень важный момент, что все три республики, которые были советизированы большевиками, бывшая Грузинская Демократическая Федеральная Республика, бывшая Азербайджанская Демократическая Республика и бывшая Республика Армения были объединены за Кавказскую Советскую Федерацию. И эта Закавказская Советская Федерация была одним из основателей Советского Союза. И вот тогда большевики придумали, что они в состав этой Закавказской Федерации вот придадут различные там территории с другим этническим составом, как бы, потому что это значение большого не имеет. Ведь, например, Абхазия будет частью Грузии, а не отдельной союзной республикой. А часть Осетии перейдет в состав Российской Федерации, а часть, которая за перевалом, где значительное осетинское население, будет не грузинской областью, а автономной областью в составе Грузии. Вот будет две грузинские, две осетинские автономии в Советском Союзе. Некоторые азербайджанские села в Армении будут считаться частью территории Азербайджанской СССР, не имея никакой связи с Азербайджаном. А некоторые армянские села в Азербайджане будут считаться частью территории Армянской СССР, не имея никакой связи с Арменией. Таким же образом будет выстроена ситуация с Нагорным Карабахом, которая не будет иметь никакой связи с Арменией. Зато Нахичевак не будет иметь никакой связи с Азербайджаном. Там прекрасная конструкция, если посмотреть на нее глазами Иосифа Виссарионовича Сталина, который, собственно, это все и придумал. Это же, собственно, Сталин и есть в чистом виде. Если здесь, допустим, на европейской части территории страны он не был до такой степени изощрен, потому что это была не его территория. Поэтому он здесь мог придумать разные ловушки, они тоже срабатывают, вот мы говорили не разу о Донбассе, но там он мог просто изгаляться столько, сколько ему было, скажем так, сколько ему хотелось, потому что это, во-первых, был его регион, он все там понимал, знал досконально. И, кроме того, ненавидел армянских, азербайджанских, грузинских государственников. Они просто были ему ненавистны, это были настоящие враги. Там меньшевики грузинские, ну и Джордания и так далее. Это были враги личные, так сказать, большевиков и Сталина и всех остальных. Точно та же основатель Азербайджанской демократической республики, республики Армения, это же там правящая была партия Дашнак-Тютюн, которую ненавидели тогда большевики, потому что это была революционная партия, как бы конкурент большевиков у народных масс. Вот, все это таким образом не могло когда-нибудь не взорваться. Понятно, что пока Советский Союз был еще достаточно силен и сдерживал все эти, так сказать, настроения, могло показаться, что всюду тишь да гладь, да Божья благодать. И развитие, кстати говоря, Армении и Нагорного Карабаха, оно тоже шло не совсем вот не одинаково, надо тоже понимать. Вот у нас есть ощущение, что Армения и Нагорный Карабах это синхронно развивающаяся территория. Это тоже не так. В Советской Армении, например, делалось все упортом на развитие собственного языка, культуры, потому что это была мононациональная республика, одна из немногих в Советском Союзе, где так называемая титерная нация составляла не просто большинство, а почти никого не было, было небольшое азербайджанское меньшинство, меньшее, чем армянское меньшинство в Азербайджане. Но, тем не менее, вот это вот большинство населения, оно так или иначе могло претендовать на то, чтобы, говоря о дружбе с Советской Россией, о важности русской культуры, оставаться вот в этой вот, так сказать, армянской жизни. Вплоть до того, что многие западные армяне, выходцы с Османской империи, приезжали в Советскую империю. Вот первый президент уже независимой Армении Ливон Тарпетросян, но потом от таких армян, его отец был из Османской империи, потом они уехали в Ливан, и потом вернулись в Советскую Армению, потому что она воспринималась как очаг армянского национального строительства. А Нагорный Карабах, при том, что это была область армяно-заселенная, и там тоже было подавляющее большинство армянского населения, но это была область русскоязычная, потому что, естественно, что власти Советского Союза и Советского Азербайджана не стремились к развитию армянской идентичности у жителей этого региона. То есть эти люди чувствовали себя армянами, но очень часто не имели возможности быть такими армянами, как армяне, находящиеся в нескольких километрах армянской СССР. То есть, условно говоря, в Гарисе и в Шуше, и в Степанакерте говорили на разных языках в быту. В Гарисе по-армянски в семьях, в Шуше или в Степанакерте многие уже могли, особенно к 80-90-м годам, говорить по-русски. Тем не менее, армянская идентичность настолько была серьезной, и настолько поддерживаемой самой Армении, что как только ослабел Советский Союз, то город Карабах стал первой автономной областью, заявившей о желании изменить свой статус. Это же было самое начало децентрализованных, параде централизующих процессов в Советском Союзе. И вот тут тоже очень интересная история, что оказалось, что союзный центр вообще не способен эти проблемы решать. В принципе. Не было организовано никакого диалога, не было попытки наладить вот такой вот, я бы сказал, общий диалог между, с одной стороны, представителями Нагорного Карабаха, с другой стороны, представителями Советской Армении, с другой стороны, представителями Советского Азербайджана. Да эти люди не были способны к диалогу, потому что это была партийная начальство, она не умела разговаривать. Мы знаем, к чему это привело. Это привело к национальным трагедиям. К трагедиям азербайджанцев Армении, к трагедиям армян Азербайджана страшным, к трагедиям азербайджанского населения Нагорного Карабаха, к трагедии, в конце концерта, армянского населения Карабаха, которые мы сейчас видим, потому что мы сейчас говорим, что Азербайджан занял город Шушу, да? А где армянское население Шуши, которое до этого момента, не всегда, но с момента окончания армян-азербайджанской войны 1994 года составляло 100% населения этого города. Ведь азербайджанцы заняли пустой город, население из него ушло. Кадры все смотрели, как уходили армия. Это тоже очень важный момент, о котором нужно сказать. И это вот такие начались трагедии. Неспособность союзного центра. И я всегда считал, что эта неспособность союзного центра была искусственно поддержана советскими спецслужбами. Я уже говорил, что я был свидетелем того, как этот конфликт разгорался. Как люди, которых я очень хорошо знал, фактически провоцировали переход этого конфликта в силовую плоскость. Я был свидетелем того, как создавалась статья в газете «Правда, эмоции, разум», после чего все вспыхнуло. Потому что я тогда стажировался. В этой газете, я помню, как эту статью подписывали фамилиями корреспондентов «Правды» по армянской и азербайджанской ССР, которой я не думаю, что ее писали, чтобы создать иллюзию общей позиции. Эта статья, по сути, продемонстрировала то, что единственной ставкой союзного центра будет сохранение статус-кво. Что, естественно, привело к взрыву в самом Карабахе. Потом этот взрыв перенесся в разных видах на Азербайджан и на Армению и заполыхало. И я всегда говорил, что это был один из инструментов борьбы советских спецслужб с партийным аппаратом. Борьбы, которая завершилась в августе 1991 года, запретом КПСС. То есть спецслужбы победили? Я не думаю, что они собирались сохранять ради Советский Союз, просто под властью новых сил. Советский Союз развалился. И все надежды на его воскрешение оказались тщетными. Потому что Советский Союз невозможен без коммунистической партии. Это то, чего не поняли на Лубянке. Но, тем не менее, Карабах как инструмент остался очень важным, таким вот я бы сказал, элементом воздействия на регион в руках уже нового российского руководства. И в первый раз это сыграло в период 1992-1994 годов. Вы должны помнить, что до 1991 года Союзный Центр фактически поддерживал позицию Азербайджана. О необходимости сохранения границ союзных республик в их неизменности. Вплоть до создания в Карабахе временной администрации во главе с Аркадием Вульским. Бывшим заведующим отделом Центрального комитета КПСС. Это был представитель Горбачева на Горном Карабахе. То есть там не было уже армянской власти, словно говоря. И не было вообще своей власти. Там была власть Москвы. Как сейчас. Как сейчас. Как сейчас. И российских вооруженных сил. В 1992-1994 годах попытки нового азербайджанского руководства добиться восстановления территориальной целости со стороны привели к полному поражению Азербайджан. Тогда в главе Азербайджана стоял представитель Азербайджанского народного фронта Абульфас Эльчиби. Не собиравшийся договариваться с Москвой относительно концессии на азербайджанскую нефть. Считавший, что вопрос будущего Азербайджана как государства состоит в его связи с Турцией и с западными странами. Уже тогда? Уже тогда. Это вот очень интересно. Это был 1992 год. К чему привело поражение Азербайджана в этой войне? К тому, что в момент этого поражения отряды, возглавляемые одним из офицеров этой карабахской войны, полковником Суретом Гусейновым, отправились в Баку. Вооруженные оружием, которые по каким-то непонятным причинам забыли российские вооруженные силы, по каким-то неприятным причинам досрочно решившие покинуть азербайджанский город Гянджа, который вот мы слышим, что сейчас обстреливали. Там были сосредоточены большие российские воинские части, которые согласно соглашению между Россией и Азербайджаном оттуда выводились. Они вышли раньше, по-моему, на полгода. И все оружие оставили войскам Сурета Гусейновым. Когда это с Россией такое случалось? Да. Когда эти вооруженные дозубовцы, войска Сурета Гусейнова, стояли под Баку, было ясно, что судьба Азербайджана решена, потому что Сурет Гусейнов не скрывал своей однозначной ориентации на Москву. Авторитет Абульфаза Эль-Чебея Азербайджанского народного фронта был вывален в грязи, как сейчас происходит с авторитетом Николы Пашляна, который является таким армянским аналогом. Абульфаза Эль-Чебея тоже человек, которого привели к власти люди, как и Эль-Чебея, это был народный президент. Эль-Чебея, надо сказать, в этой ситуации проявил чудеса политической гибкости. Почему вообще так стали события развиваться, не совсем по московскому сценарию? Потому что Эль-Чебея нашел в себе силы подать в отставку с поста президента Республики Азербайджан. После этого власть в качестве временного президента переходила в руки председателя парламента Республики Азербайджан Мили Меджлиса. Этот представитель парламента тоже ушел в отставку вслед за Эль-Чебеем. И тогда следующим по очереди становился заместитель председателя Меджлиса Республики Азербайджан, коим был по должности председатель парламента Автономной Нахичеванской Республики. А председателем парламента Автономной Нахичеванской Республики был Гейдар Алиевич Алиев. Бывший чем политбюро Секретарь ЦК КПСС. И первый заместитель председателя Совета Министров СССР. И бывший переставец ЦК Компартии Азербайджан. Гейдар Алиевич срочно перелетел из Нахичевани в Баку, где он не был многие годы после своей отставки. Просто не прилетал в Азербайджан. И только был в Нахичеване, парламент, который он возглавил, не так задолго до этих событий. И когда войска Сурета Гусейнова стояли, скажем так, на подстропах к Баку, они уже имели дело не с президентом Азербайджана Абульфазом Эль-Чебеем, а с исполняющим обязанности президента Азербайджана Гейдаром Алиевым, генерал-полковником Комитета Государственной Безопасности СССР. Потому что Гейдар Алиевич до того, как был первым в СССР, был представителем КГБ Азербайджанской СССР. Совсем другая история. Конечно, другая расстановка. Москва согласилась с тем, что Алиев сохраняет пост президента. Вы, наверное, разрушили о том, что дедушка старенький. А Сурет Гусейнов стал премьер-министром. Настоящий московский ставленник. Но, понимаете, обыграть Гейдара Алиева... Опытные же кадры. Как-никак. Уж точно не мог Борис Ельцин, который так и не стал членом политбюротской КВССР. Ну и даже наследником Ельцина из ЧК все это было не по зубам, а не та была фигура. Вот Гейдар Алиев стал, условно говоря, пытаться вылезти из тех ловушек, в которые Азербайджан заманила Москва. Настолько, насколько он это представлял. Одновременно формируя личную власть. Но одним из этапов этого вытаскивания себя за волосы из болота было провоцирование полковника Сурета Гусейнова на военный переворот в Азербайджане, после чего полковник благополучно слинял в Москву, а потом был выдан через какое-то время российским руководством. Ну так бывает иногда, не такая же крупная фигура, чтобы из-за него жертвовать такими хорошими отношениями с Гейдаром Алиевым. Были фигуры покрупнее. Первый президент Азербайджана Аязмун Талибов, он практически до амнистии находился в Москве, его никто Алиеву не выдавал. Но это, знаете, это чем политбюро, это во мне какой-то там... Человек уважаемый. Человек уважаемый, да, это вот разные совершенно вещи. Кстати, вот Абульфа Зальчебе, куда он делся после отставки? Он улетел в Нахичевань. Туда, откуда прилетел Гейдар Алиев. Потому что он тоже был из Нахичевани, его фамилия тоже была Алиев. Это вот все такая история. И потом вернулся в Баку уже спустя там годы. Похоронен на аллее почетного захоронения. В Баку, когда он умирал, уже был страстным критиком Гейдара Алиева. Гейдар Алиев сказал, что это президент республики Азербайджан, ему должны быть оказаны необходимые почты. Вот такой человек, да? Еще одним важным этапом, через который пытался пройти Гейдар Алиев, чтобы выйти из ловушек Москвы, было нахождение промежуточного согласия по Карабаху. Это промежуточное согласие тогда было найдено. Алиев практически договорился с тогдашним президентом республики Армении, Ливоном Тарпетросяном, о котором я уже упоминал. Сейчас не буду перечислять все пункты этого плана. Это была первая договоренность. Это была первая реальная договоренность, кстати говоря, которая позволяла Азербайджану получить контроль над этими районами. Позволяла заморозить сам Карабахский конфликт, создать там различные механизмы регулирования, при западной в том числе поддержке и так далее. Что произошло? Ливон Тарпетросян, который до этого стараясь сохранить свою власть, фактически воспользовался услугами карабахского клана, во главе с первым президентом совоположенного Карабаха, этаповым министром обороны Армении, Робертом Кочаряном. Сразу же после того, как эти договоренности реально были достигнуты, был ими свергнут, этими людьми. И вторым президентом Армении стал Роберт Кочарян, который уже никогда ни о чем не договаривался. Потому что четко шел уже не в линии интересов Еревана, а в линии интересов Москвы. И вполне возможно, что был заинтересован в сохранении существующего статус-кво с контролем над районами Карабаха, Армении. Азербайджан вокруг Карабаха больше, чем в безопасности самой Армении. Потому что это статус-кво давало Москве неограниченные возможности в регионе. Вот это следующий этап. Дальше мы смотрим, что декорации меняются. Едар Алиев умирает, передав власть своему сыну. Оформляется такой типичный семейный режим в Азербайджане, стремящийся укрепить свою власть и зацементировать ее. А в Армении укрепляется зависимый от Москвы клановый режим бывших руководителей Карабаха. Сначала Роберто Качаряна, затем Север Сараксиана. Выходцев из одной и той же группировки, но враждующих между собой. То есть это не одна и та же группа лиц, это две разные группы. Армения по сути своей как государство деградирует. При этом ее власть всегда навязывает ей идею, что главное для армянской государства это защита Карабаха, а не развитие самой Армении. И понемногу это становится таким трендом, тем более что это легко очень объяснить. Основатели этой новой Армении это члены комитета Карабахи возглавили Вонтер Петросян. Само движение за независимость началось не как движение за независимость Армении, а как движение за возвращение Карабаха. В Баку тем временем усиливается естественное настроение о том, что надо взять реванш за поражение в войне. Но при этом Азербайджане прекрасно понимают, что если они будут брать реванш за это поражение, они столкнутся не с Арменией, а с Россией. Совершенно верно. И тут наступает следующий этап всей этой истории. Вот нынешняя. Армянская революция сметает режим Сержа Сарксяна. И при этом глава этой революции Никола Пашлян имеет особый счет не к Сарксяну, а к его предшественнику Роберту Качаряну. Который является куда более близким для Москвы человеком, чем Сарксян. Сарксян, как помните, вообще хотел подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, аналогичное украинскому. И не подписал его только потому, что на него давил Путин. Сарксян, это такой условный Кучма, который пытался маневрировать между Москвой и Западом, понимая, наверное, понимая, что необходимы там гарантии безопасности с разных сторон для Армении. А Пашлян это Янукович, чистой воды. А Пашлян это такой Ющенко, если хотите. Это вот такое, если проводить такие аналоги. Понятно, что для Путина все это совершенно неприемлемо. Тем более, что он четко... Это было неожиданностью для Москвы, вот все эти революционные события. Думаю, что в определенном смысле, да. Думаю, что они их себе объяснили как госдепартаменты, как обычно. Они, естественным образом, пытаются объяснить Пашлян, что так себя нельзя вести. Особенно, когда начинается судебный процесс над Кочаряном, которого обвиняют не в каких-то коррупционных преступлениях. Мы сейчас о коррупции Кочаряна и Сарксяна вообще не будем разговаривать, потому что мы тогда уйдем в зону АБХСС. А в расправе над участием каких-то выступлений против власти в свое время. То есть это политический процесс, когда человек должен отвечать за то, что он стрелял по народу. Путин встречается с Кочаряном, он поздравляет его с днем рождения. Кочарян сидит в тюрьме. Как вообще? Мне всегда интересно, что... Подождите, как это он встречается? А, встречается до. До, естественно, да. Конечно, да. Естественно, до. Или там моменты, когда он не сидит, потому что там суд принимает то те, то эти решения, там шарах, там все такие качели. Вот. Как армяне вообще думали, что вот будет развиваться ситуация, это для меня загадка. Это все равно, когда-то, когда приезжали мои грузинские коллеги, уже президентом был Михаил Саакашвили, он уже был в сложных отношениях с Путиным. И они спрашивали, что им нужно сделать, чтобы улучшились отношения с Россией. Им нужны хорошие отношения с Россией. Я им говорил, ничего особенного не надо сделать, надо выгнать Михаила Саакашвили из резиденции и назначить президентом того, кого вам скажет Кремль. Мы этого не хотим. Я говорю, я этого тоже не хочу. Михаил Саакашвили законно избранный президент страны. Но вы же меня спрашиваете, как есть лучшие отношения с Россией. Я вам отвечаю, как. Простой способ. Простой, других нет. К сожалению. Вот тут то же самое. Пашняп все время говорил, что в Армении не было Майдана. Это не Майдан. Почему не Майдан? Потому что мы хотим хороших отношений с Россией. А мы что, на Майдане плохих хотели? Мы для этого, что ли, Майдан устраивали? Это, заберите, белорусские протесты то же самое. Мы не Майдан, потому что мы хотим хороших отношений с Россией. Слушайте, вас карают не за то, что вы хотите хороших отношений с Россией или не хотите, а за то, что вы вообще считаете, что вы имеете право голоса, а не сидеть под лавкой и ждать, кого назначен в наместнике. Ну и вот в этот момент открылось реальное окно возможностей для Азербайджана. Я сейчас не буду опять-таки брать военную составляющую. Можно говорить, что армянская армия архаична, а азербайджанская более современна, понятно, что Азербайджан более богатая страна, у нее есть ресурсы. Это все хорошо, но это все бы не имело никакого значения, если бы Россия вмешалась в этот конфликт изначально с добровольцами. Не надо российскую армию туда посылать. Отпускниками, как мы знаем. Совершенно верно, да. Сбили пару вертолетов, вот как вчера. Вот уже российские войска из Армении подтянулись без опознавательных знаков. И все. Ничего. Все бы заглохло, как заглохло. Но, в принципе, оказалось, что интересы Владимира Путина и Вильхама Алиева, они совпали на данном этапе. На 154%. Владимира Путина нужно показать, что все эти революции приводят только к краху, к гибели, к предательству, к чему хотите. Устроили бузу, вот результат. Такое было при Кочелянии с Армении? Ни за что. Ни за что. Это было бы невозможно. Конечно. Ильхам Алиев. Во-первых, ему нужно освободить эти районы хотя бы. Лучше бы все, но, как говорится, нужно понимать, где граница российского невмешательства. Вот до нее дойти. Он дошел даже дальше, я бы сказал. Он дошел до Шуши. Вот. И потом ему тоже очень важно доказать, к чему приводят революции. Вот стабильный режим. Ведь Ихам Алиев на днях только говорил, выступая там в Баку, что вот видите, вот к чему привели там, при власти до Алиева. Все эти вот бузатеры. Мы потеряли территорию, потеряли страну. А вот мы сейчас, вот стабильная власть. Сколько лет? Папа, я, потом будет следующий кто-нибудь. Там есть супруга Ильхама Алиева, дети Ильхама Алиева. Не знаю, кто теперь будет. Это уже, как говорится, теперь это решать не азербайджанцы. С сегодняшнего дня. Это решать семьи Алиева и его супруги семьи. Вот. Вот из-то мы одерживаем победы. Как одерживаем? Вот рецепт побед, понимаете? Не бузить. Я думаю, что сегодня огромное количество азербайджанцев согласно с Алиевым, с победоносным Верховным Галанкомандовичем, как они его называют. Это как после Путина с Крымом в России. Надо понимать, это не временный эффект. Вот интересы совпали. С одной стороны. С другой стороны. Очевидно, что сконструирована такая ловушка грузинского образца. Например, что вы имеете в виду? Ну в чем был смысл ловушки грузинского образца, когда к власти в Грузии после звяда Гамсахурдия, лидера национал демократических сил страны, неоднозначного человека, но не коммуниста. Пришел бывший член политбюро ЦК КПСС и министр национального дела СССР, бывший представительского партии Грузии Эдуард Таврозич Шевернац. В том, что в Абхазии и Южной Осетии будут миротворцы СНГ. Ну то есть российские войска, по-моему. Которые сохранят там статус-кво. Вот, чудесно. Как это все потом сработало? Мы сейчас не будем даже говорить, кто первый начал. Это любимая российская тема. А вот Михаил Саакашвили обстрелял, цехенвал. Но вопрос же не в том, кто кого обстрелял. Просто то, что можно было вообще ничего не обстреливать. Если у России появилось желание наказать Грузию, или, скажем так, обслабить авторитет ее антироссийской, или, скажем так, прозападной, проевропейской власти, то достаточно организовать или дождаться. Опять-таки, будем нейтральными. Организовать или дождаться. Какого-либо удара по миротворцам. А затем этих миротворцев защитить. Ну это же логично. Ну как же, мы же договаривались. Вы сами хотели этих миротворцев. Сами. Вот ваша, блин, подпись. Вашего президента. Преемником которого вы являетесь. Президента республики Грузия. И вы атакуете людей, которые пришли сюда с чистым сердцем. Россия, добрая душа. Вас же защищает. Вас защищает. Ну что, мы теперь защитим и мирное население, и миротворцев. Принуждение к миру. Для этого нужно всего лишь, чтобы российские миротворцы были на территории Грузии. Которые Грузия не контролирует. Теперь российские миротворцы находятся еще и на территории Азербайджана. Если вчера... Вы имеете ввиду в Нагорном Карабахе? Да, в Нагорном Карабахе. На международном признанной территории Азербайджана. Если вчера эта территория контролировалась Арменией де-факто, то завтра эта территория де-факто и де-юре, это признанная Азербайджана, контролируется Россией. И это еще не все. Тут интересная история в том, что Россия контролирует Лачинский коридор, который соединяет Армению с Карабахом, и собирается контролировать коридор, который будет соединять Азербайджан с Нахичеванью по территории Армении, мимо Ирана-Азербайджанской границы. То есть, с одной стороны, Армения практически лишается границы с Ираном, реального выхода к ней в Сану. А с другой стороны, эта граница становится границей Российской Федерации. Еще одно. Интересно. Да. Потому что Армении пришлось для того, чтобы сохранили этот Лачинский коридор, предоставить Азербайджану коридор. То есть, вернуться к 1900 какому году? 1920. Это 1920 год. Восстановление Закавказской Федерации. Армения и Азербайджан просто об этом еще не знают, но они частью теперь одного государства. Это теперь почти одно государство. Теперь вернемся к еще одной интересной истории. Роли Турции. Это все Ахатану на Путина надавил. Путин вынужден был пойти на все эти уступки. Это все совершенно замечательно. Тема, что Путин недолго там пробудет, потому что на самом деле это на 5 лет. Там действительно так написано. Не, ну там же автоматическое продление. Да, и считается, что Азербайджан скажет России, что брысь под лавку через 4,5 года. Я даже допускаю. Это, конечно, может быть не Ильха Малиев, но кто-то другой когда-нибудь. И вот тут начнется самое интересное. Мы должны уйти. А как с мирным населением? А почему не лишена проблема беженцев? А почему? И тут мы неожиданно перекрываем коридор, который связывает Азербайджан с Нахичевами, а коридор Лачинский усиливаем своими военными, например. И вы будете по ним стрелять? Ну тогда мы скажем, стрелять будет Турция. И вообще все эти уступки Турции. Это все мы хорошо знаем. Это тоже ничего нового в этом нет. Это 2020 год, когда большевистское правительство Советской России объясняло свои уступки, почему там Азербайджан советский контролирует Карабах, и вот Махичевани, даже часть Армении передана Турцией, необходимостью договориться с Кемалийской Турцией, потому что советское правительство никто не признавал. Кстати, у правительства Кемалийской Турции тоже были большие проблемы с признаниями, с легитимностью. И этим двум странам нужно было договориться. Как говорится, мы с одной стороны армян защитили, а с другой стороны ими пожертвовали, их интересами, ну ради общего блага. Но это все тоже оказалось, так сказать, мягко говоря, иллюзией. Конечно, Ленин и Ататюрк тогда пытались договориться и обманывали друг друга, как умели. Вплоть до того, что вы знаете, что Ататюрк в соответствии с соглашениями с Москвой даже создал турецкую коммунистическую партию. Это было одно из требований договора с большевиками. Из своих соратников. А настоящий глава турецкой коммунистической партии товарищ Мустафа Супхи, который туда отплыл на пароходе в Стамбул, руководить коммунистическим партием, он утонул в Босфоре. В смысле пароходный Мустафой, вместе с Мустафой и другими турецкими. Ну утонул. Не надо. Шторм был в больших. Шторм в проливах всегда сложно набегать. Да, большой. Ну в общем, к сожалению, не доплыл. Так что пришлось удовлетворять. Слушайте, он ведь Мустафа Кемаль. Это не тот человек, которому можно положить палец был в рот и даже вообще всю руку, и вообще так сказать. Ну, великий человек. Вне всякого сомнения. Вот. Тут тоже такая ситуация довольно странная. Что Путин может вполне разыгрывать все это для удовлетворения честолюбия Эрдогана. Что вот видишь. Вот. Ну что и Эрдогану понравится. Что и Эрдогану понравится. Тем более, что Эрдоган человек честолюбивый. И даже, как видите, вбрасывается миф об каком-то особом турецком участии во всей этой истории. Да. Алиев же сказал. Конечно. Алиев об этом сказал. И Турция нет. Алиев об этом сказал, потому что Алиев прекрасно понимает, в какую петлю он лезет. Если не сам, то потом его приемники. Я думаю, что он все понимает. Он не глупый человек. Ну или папа ему, наверное, должен был как-то все это когда-то объяснять. Но если бы я был сыном Гейдара Алиева, я бы все понимал. Может быть, Ильхам жил в каком-то более, так сказать, расслабленном виде. Но я считаю, что он должен понимать, что такое российские войска на территории Азербайджана. Он не выглядит человеком, который этого не понимает. Если бы он этого не понимал, он не хотел бы турецких миротворцев. Он очень хочет завести турецкие войска на территорию Азербайджана. Уравновесить. Так, что если вдруг Россия начнет какие-то действия, чтобы она столкнулась не с азербайджанской армией, а с турецкой, по крайней мере, не выпустить ее из Карабаха. Потому что, если эти так турецкие миротворцы, их нет в Карабахе. Они могут находиться там, где их разместит сам Алиев. Но он не учитывает одной важной вещи, что это будет решать Москва с Анкарой теперь. Что, по сути, после того, как он все это подписал, он передал, делегировал вопросы своего суверенитета России с Турцией. И вот это уже вопрос такой. О чем они договорятся? То есть, какие гарантии для Эрдогана с точки зрения невмешательства России в функционирование собственного азербайджанского режима будут достаточными? Я не думаю, что этот вопрос будет обсуждать с самим Алиевым. Как я совершенно уверен, что вот эти договоренности, которые мы видим, не очень-то обсуждались с Пашиняном. Зачем что-то обсуждать с Пашиняном, когда Пашинян ничего не может противопоставить? Он проиграл войну. Зачем что-то обсуждать с Алиевым, когда он уже пустил российских миротворцев на территорию, собственно, считающейся и Турции, и Азербайджан, территории Азербайджана. Если уже впустил, то теперь уже Эрдоган будет думать, как их нейтрализовать, нужно ли ему их нейтрализовать, на что их поменять где-нибудь в Сирии и Азербайджан в ней не участвует. Хотя, еще раз говорю, я понимаю желание Алиева, скажем так, выставить турецкий щит возможному российскому мечу. Опять-таки, момент, когда это все происходит. Путин прекрасно тоже, я думаю, понимал, когда эту операцию все в Аргане, потому что, я еще говорю, это не новая операция, эта операция длится столетия. Что ему нужен некий благоприятный момент, когда стороны будут парализованы. Но, в принципе, этот момент наступил как раз вчера. Почему это вообще так все произошло? Падение Шуши. Когда армяне парализованы, потому что до падения Шуши я не думаю, что можно было у них получить вот то, что подписал Пашинян. И после чего можно уже на них не обращать внимания, видите? Просто российские войска взяли и разворачиваются, не дожидаясь там армянского президента, парламента, все, просто вот они оккупируют Карабаху, в общем-то. Сбитый российский вертолет. Ну вот, надо за это отвечать. Мы уже имеем легитимный повод вмешательства в войну. Поэтому, если вы дальше пойдете, мы можем мешаться. Вот вы сбили наш вертолет. И потом пеняете на себя. Или мы можем сейчас урегулировать все это на выгодных для вас условиях. Причем очень быстро. Причем очень быстро. И отставка зятя Эрдогана с поста министра финансов. Вчерашняя. Страшный политический скандал в Турции. Как понимаете, зять не каждый раз уходит из правительства. А что случилось? Ну, там он был под давлением. Слушайте, там в окружении Эрдогана свои дрязги. Мы не должны на этом останавливаться, потому что мы должны долго рассуждать о том, что происходит вообще в Турецком. Почему вы вспомнили об этом сейчас в контексте этого? Потому что Эрдоган парализован. Ему сейчас не совсем до этого. А вот о чем. Ну и президентский выбор в Соединенных Штатах. Когда Трамп, который еще недели или две назад выступал в качестве посредника, министры иностранных дел Азербайджана и Армении приезжали в Вашингтон. Как понимать... Паппел встречался с ними. Да. Но результата-то не было никакого. Результата тогда не было, потому что стороны еще не... Одна не достигла своих целей, а другая не поняла своих возможностей. Скажем так. Но сейчас бы они могли бы достичь цели, если бы Трамп этим занимался и вообще его администрация. Понимаете, этим всем не занимается. Ну и вот очень удобный момент, как раз вот, скажем так, девятая ночь с девятого по десятого ноября, когда до этого есть дело только Путину. И все. Как интересно, да. Это типичная гибистская разводка. Ну, кстати говоря, говорящая о том, что эти люди умеют свои операции там планировать, ждать. Но это вот все говорит о том, что они, так сказать, продолжают работать так, как их учили в институте Андропова. Это же очень между прочим, хороший урок. Для нас. Который надо сильно и прямо сильно учить, записать большими буквами. А у нас никто ничего не учит, потому что мы же ведем себя ровно так, как вели себя админи или азербайджанцы. Вы же видите, мы придумываем какие-то планы сами, по-мирному, урегулированному на Донбассе. Один план озвучивает Леонид Макарович. Вообще, честно говоря, мне кажется, что когда Леонид Макарович был президентом Украины, нет, мне не кажется, я уверен, его так много не было в публичном эфире, как сейчас. Он так много обо всем не говорил. При всей своей любви к публичности. Сейчас такое ощущение, что он хочет быть всюду и если бы он тогда так был активен, он, наверное, был бы президентом Украины до сих пор. Но тогда он чувствовал себя на этом памятником, а сейчас такое ощущение памятника у него почему-то уже должно было быть все наоборот. Ну, иногда бывает. Я, опять-таки, один план за другим, один план за другим. Какие-то идеи вот Зеленский выдвигает, вот весной будут выборы, вот мы должны получить контроль над границей. Какие-то идеи выдвигает Ермак, еще кто-то. А что Россия? Хочется спросить. А Россия говорит, нет, нет, нет и нет. На все. Вы должны... И говорит, кстати говоря, что мы должны сделать, да, по сути. Ну, это ожидаемо. Ну, так это же... Прогнозируем. Правильно. Ну, так это же не нужно жить в иллюзиях. Ведь, опять-таки, ведь существует иллюзия, что война на Донбассе завершится достаточно быстро. Вот надо только договориться с Россией. А если с ней нельзя договориться? Вот нельзя. Это же та же самая история. У нее есть простая идея. Мы должны находиться в той же ловушке, в которой находятся другие постсоветские республики. Что это за ловушка? Очень просто. Прямые переговоры с администрациями народных республик. И, скорее всего, легитимизация российского присутствия в том или ином виде в оккупированном регионе. Российские миротворцы? Российские миротворцы. Да, это... Идеальный для России вариант. Но я же говорил, что мне вот еще месяц назад, когда я писал, когда началась война в Карабахе. Я там написал, это можно проверить, слава богу. Все ходы записаны. Что главной идеей России является введение миротворцев в Карабах. Я это писал... Именно российских. Российских миротворцев в Карабах. Я и сейчас утверждаю, что главной идеей России на украинском направлении являются прямые переговоры Киева с властями так называемых народных республик и введение российских миротворцев в российских при согласии Киева. Вот лучше бы вы это не утверждали. Вот наговорили вот с Арменией, Азербайджаном народу Нагорным Карабахом. И сбылось. Но Армения, Азербайджан, первое всего Армения допустила миллиард ошибок на этом пути. Она довела до этой... Я бы сказал, не только ее власть, а ее общество довели до этой ситуации. А то мы меньше ошибок можем сделать. Да мы можем в два раза больше ошибок сделать. Какова основная ошибка вообще республики Армения и армянского народа? Какова? Ну это некорректно говорить. Не знаю, могу ли я будучи человеком еврейского происхождения говорить что-то обменом. Они все равно взбесятся в любом случае. Ну я скажу. Что тут? Ну что тут с микрофоном видите? Это сигнал, что не надо этого говорить. Тогда не говорите. Основная ошибка состоит в том, что приоритетом государственного строительства республики Армения все эти годы является сохранение контроля над Нагорным Карабахом и поиском безопасности вокруг него. И сейчас, даже сегодня, это главный приоритет армянского государственного строительства. Это на 10 ноября 2020 года. И вот теперь ради сохранения этого своего присутствия в Карабахе, теперь уже очень ограниченного и гарантированного только россиянами, Армения отказывается от своей границы с Ираном. То есть еще жертвует еще частью своего суверенитета. Предоставляя таким образом еще и Азербайджану коридор в Нахичеване. А теперь представим себе, что Карабаха бы не было. А Армения бы была. Какие возможности для маневра у этого государства бы изначально открывались, даже в случае сотрудничества с Россией? Мне скажут, что на самом деле это просто Турция и Азербайджан его бы уничтожили. Не уничтожили бы. Не имели бы легитимных причин. А если бы Армения еще выступала бы как страна, которая хочет быть в НАТО или в АДКБ, она бы имела еще гарантии безопасности от третьих стран. А если бы она вступила в НАТО, то это было бы продолжением территории НАТО вслед за Турцией. При этом мы не знаем, какую роль бы в этой ситуации играл бы Азербайджан, который мог бы в НАТО не вступать и был бы вот сейчас частью движения неприсоединения. А может быть, и вступил бы НАТО. А еще роль России была бы совершенно другой в регионе. Отношения были бы совершенно иные. И Вашингтон, и Париж, и другие столицы были бы заинтересованы в сохранении Армении в той роли, которую она бы играла. Это была бы другая история. История про армянскую государственность. А то, что мы с вами обсуждаем, это история про карабахскую государственность. Это то, с чем государство Израиль сталкивалось с первого дня своего существования. Что важнее, контроль над территорией или вопрос безопасности? Этот вопрос до сих пор до конца не лишен. Но факт остается фактом. Ради мирного соглашения с Египтом премьер-министр Минахим Бегин, лидер израильских правых сил, посвятивший жизнь борьбе за национальное преобладание евреев в Палестине. Причем эта борьба очень часто принимала, в отличие от деятельности социалистических лидеров Израиля, очевидно, силовой характер отказался от контроля над Синайским полуостровом. Он вернул Синай Египту с уходом тех поселенческих образований и жителей Синая. Это совершенно очевидные вещи, о которых нужно помнить. Израиль был готов к мирному соглашению с Сирией и к рассмотрению вопроса о голландских высотах. Просто Сирия этого не хотела. Она не хотела признавать право Израиля на существование, она не хотела создавать гарантии безопасности для Израиля путем демилитаризации региона и так далее. С Голландой произошло не так, как Синай, но это не израильская проблема, а сирийская. Ну и, наконец, стремление Израиля обменять вопрос своей безопасности, на решение палестинского вопроса. Как в секторе Газа, так и на западном берегу реки Ордан в Иудее и Самарии. Премьер-министр Эль-Шарон, другой деятель правого движения, боевой генерал, вывел израильские поселения из сектора Газа. Это не принесло безопасности Израиля. Но это не проблема Израиля, это проблема людей, которые живут в Газе, которые проголосовали за Хамас. Сам Израиль проявил свою добрую волю, отказавшись от военного контроля над этими поселениями в полной мере. И вот евреи доживут в осажденном лагере во многом. Но они строят Израиль. В этом сам Израиль. Армия, флот, безопасность, экономика. А теперь представим себе, что они бы строили бы Хеврон. Чтобы все усилия израильского государства были бы направлены не на это, а на увеличение еврейского присутствия в Хевроне. Не просто на нахождение воинских частей ограниченного вида, которые обеспечивают безопасность еврейского квартала Хеврона. И то это страшно. Страшные усилия. И поселение возле него. И это тоже очень тяжело, я должен сказать. Человек, который был в арабском Хевроне и в еврейских кварталах Хеврон. Кажется, тех людей, которые были там с двух сторон. Сам удивляюсь. И если бы все усилия были бы на это направлены, исключительно на это, не на Израиль, а на поселение, мы потеряли бы и поселение Израиль. Мы как евреи. Я не знаю, имею ли я право это говорить просто армянам. Армяне за тысячелетия своей истории лишались огромного количества государств и территорий. Поэтому всегда есть такой вопрос, очень важный, что такое цена сохранения национального очага. Должен ли я как еврей приходить в такое измученное состояние, понимая, что на большой части территории, которая считается землей обетованной, находится иорданское хашемитское королевство. Там сегодня люди избирают парламент. Нет, я желаю им искренне успеха и мира с Израилем, этим людям. Для меня важно, чтобы был сохранен еврейский национальный очаг, как для еврея, как для украинского гражданина, как для украинцев. Мне очень важно, чтобы был сохранен украинский национальный очаг. Для меня важно, чтобы здесь было сильное государство, армия, которая способна этот очаг защитить, экономика, которая способна существование этого очага обеспечить, чтобы это было реальное убежище для тех, кто считает себя украинцем. У меня точно такой же подход к Украине. А как же Донбасс и Крым? Я знала, что вы к этому... Вот когда вы только начали тогда говорить об этом, я сразу поняла, что мы к этому придем. Очень важно сохранить способности государства к недопущению дальнейшей эскалации ситуации, дальнейших территориальных захватов России. Очень важно, чтобы мы дожили и были сильными на момент, когда российское государство ослабеет и не захочет больше играть в игры на нашей территории. Можно ли этого дождаться? Да. Советские войска ушли из Афганистана. Они ушли из Германии. Они ушли из Венгрии. Они ушли из Чехословакии. Когда наступил, как бы это сказать. Такое чувство это раз, я не знаю, во сколько, в 100 лет случается. Да. Конечно, раз в 100 лет. Перелом-то в мире. Да. Я согласен. Сначала было условно в 1918-1920 годах, а потом в 1991-1991. А сейчас какой год? 2020-й? Ух ты. Интересно, какие вы параллели провели? Уже 30 лет прошло с перелома. Пора? Новый перелом? Нет, ну хорошо, а если перелом будет через 10 лет, еще 20? Какая разница? Куда мы спешим? Нам важно государство украинское сохранить. Я призываю украинцев мыслить, скажем так, еврейской шкалой. Израиль возродился через тысячелетие. Не было там никакого государства. Украина уже, слава богу, есть. И усиливается, как, я скажу, как единый субстрат, как единая политическая нация, как цивилизационное явление с каждым днем. Можно ремарку? Да, пожалуйста. Вот за последнее время я сделала несколько интервью с российскими аналитиками, которые убеждали нас, что Россия разошлась концептуально с Западом, что они уходят в Азию, что Россия уходит сама в себя, что Россия готова отпустить ближайшие территории, что как бы все вот так случается, Россия для себя сберечь. Это вот интересно, да? И когда слушаешь, то создается такое впечатление, что это как такой отвлекающий маневр, и как только кто-то где-то расслабляется, и на Западе, и где-то еще, то Россия как кобра забирает то, что нужно. Вообще не имеет никакого значения, что говорят российские аналитики. Почему же? Потому что они живут в, скажем так, в темной комнате и ищут там постоянно черную кошку. Они рабы своего пространства, скажем так. А разве мы не рабы своего пространства? Ну как? Я думаю, что нет, потому что мы... То есть кто-то да, кто-то нет. Кто-то даже не раб своего пространства, а раб своего там представления о ценностях или свое представление о бихитсу отсутствии. Но если посмотреть на эту ситуацию широко, то мы точно должны сказать простую вещь. Совершенно не важно, что говорят российские аналитики о России по той простой причине, что в России ничего не происходит. Это застой. Все усилия российской власти направлены на консервацию режима. Ну что? Зато они умеют играть в такие геополитические игры, как они сыграли с Нагорным Карабахом. И вот в этом смысле удастся ли просто пересидеть? Вот я к чему веду. То есть может быть просто когда мы будем сидеть и думать, ну давайте пока вот пересидим, не случится ли так, что в какой-то момент Россия, которая с кем-то договорится, не знаю с кем, захватит то, что она хочет, пока мы там сидим и думаем об этом? Не знаю. Сидеть это не значит ничего не делать. Что-то мы же, я же говорил о сидении, как о государственном строительстве. Надо обеспечивать процесс государственного строительства. Вот что нужно было делать армянам? Им нужно было строить Армению. Понимаете? Строить Армению. А не разворовывать ее, как это делали армянские власти до господина Пашиняна. Там это было больно смотреть, понимаете? Когда существует государство, которое никому не нужно, даже своим властям. Большинство людей работает где-то на заработках в России. Дорог нет. Коррупция заклёстывает все сверху донизу. Как такое государство может себя защитить? И да, при том, что я небольшой поклонник господина Пашиняна, но после его прихода в классе ситуация стала медленно меняться. А теперь может возвратиться на круги свои. Опять же, потому что надо защитить Карабах. Отстоять, чтобы мы там были. Пашиняна идет, как вы думаете? Не знаю. Скорее всего, да. Но там все жестко совсем выглядит. Да, не сегодня уйдет, друг, завтра уйдет. Закашвили же ушел в результате после проигрыша войны. И после признания России вне зависимости Абхазии и Южной Осетии. Хотя сначала общество сплотилось вокруг него. Не было так, как с Пашиняном. Но все равно это уже конец карьер всегда для таких людей. Но все равно Грузия не сильно приблизилась к России, несмотря ни на что. Правда ведь? После Закашвили. То есть вот я тоже еще о чем. Конечно, но ведь Россия же оккупирует грузинские территории. Это же не совсем одно и то же. Ну да. Россия оккупирует грузинские территории, а в случае с Карабахом Россия является защитницей армян Карабаха. И одновременно гарантирует Азербайджану то, что он вернул свои территории. Это не совсем разъясненная ситуация. Так что Украина должна просто все эти годы не сидеть, а строить государство. Украина-центричное государство. Потому что да, вы совершенно правы. Если это Украина-центричное государство с простыми этими идеями. Украинские языки, история, украинская церковь, сильная армия, армия Виромова. Ха-ха-ха. То, что здесь воспринимают все с юмором теперь. Это же смешно. Это удалось все обхохотать. Мама хохотала. Папа хохотал, Зеленский хохотал, всем хохочем. Вот да хохочемся. Если это все не будет затронуто процессом государственного строительства, то та территория, которая не будет затронута, да, будет российская. Я же об этом все время говорю. Посмотрите на карту местных выборов. Какие области закрашены сегодня цвета ОПЗЖ? Где ОПЗЖ занимает первое место? Так, а в чем проблема? Все же это понимали, ожидали. Почему люди не могут иметь другую точку зрения? Могут, конечно, иметь другую точку зрения. Только эта точка зрения приведет к появлению Новороссии, о которой говорил Владимир Владимирович Путин во время своей крымской речи. Мы же не можем всех унифицировать за короткий срок. Это, кстати, тоже опасная игра. Конечно, не можем унифицировать за короткий срок. Просто если не будет процесс унификации происходить, если мы не будем бороться за молодое население и так далее, которое, кстати, не астальгируют по СССР и не голосуют за ОПЗШ, то эти территории станут частью России. Это не вопрос другой точки зрения, это не позиция, это отношение к государству. У нас нет, скажем так, у нас нет конкуренции двух точек зрения на то, как развиваться в этой стране. У нас есть конкуренция двух точек зрения, быть этой стране или не быть. Бытие независимым государством или бытье российским сателлитом, условно говоря, и значит, рано или поздно частью России, потому что, в отличие от Армении или Азербайджана не имеем того счастья быть признанным Россией в качестве других народов. Мы имеем счастье быть признанными русскими, такими же русскими, как сами русские. И как белорусы, которые тоже считаются русскими, понимаете? И это всегда России указывается. Вот посмотрите, они же все считали себя русскими всегда. Это правда, до революции русские состояли из малоросов, белорусов и великоросов. Россия уже вернулась в этот период, это мы туда не хотим, возвращаться. А российское сознание прочно там находится. Поэтому у нас выбор очень простой. Либо Украина есть, вот такая, какую ее видят украинские государственники, я даже не буду предказать слово патриота, государственники. Лучше государственники. Либо украинская территория Украины, нынешней, в том или ином виде, будет часть территории Российской Федерации. Ну давайте тогда вот сразу перейдем к теме, в этом смысле Запад нам поможет или нет? Новый президент, если он будет, новая геополитическая игра, если она будет. Вот я хочу, почему я вот хочу об этом поговорить. Не сомневайтесь. Вот я почему хочу об этом поговорить. Я вот читала кучу всяких средств массовой информации, я думаю, что вы читали даже больше, чем я. И, наверное, вы обратили внимание, что многие лидеры многих стран ожидают, что когда придет Байден, то все будет как было. То есть бизнес as usual. То есть вся игра в мире вернется к какой-то своей исходной точке. То есть все начнется с какого-то старта. То есть вернется то время, которое было до Трампа, до коронавируса и еще и так далее, и так далее. Так вот на сегодня готов ли новый президент, даже если это будет Байден, соответствовать тем ожиданиям, которые ждут от него люди и страны в разных углах этого мира. Вот это же, наверное, ключевой момент. Потому что мне кажется, что ожидания от Байдена одни, ситуация другая. Соединенные Штаты не могут ничего сделать за нас. Это грустное утверждение. Нет бы чего-нибудь сделать. Это так и есть. Соединенные Штаты могут поддержать наше стремление сохранить свой суверенитет и ценность. Но они не будут это делать за нас. Это все, что я могу на счет сказать. Как-то слишком коротко. Ну, потому что тут больше не о чем говорить. Соединенные Штаты помогали Украине по президенту Обаме, по президенту Трампу и будут помогать президенту Обайдену. Это понятно. Но Соединенные Штаты не будут бороться за нас, если мы этого не хотим. Как, кстати, показывает история с армяно-азербайджанским урегулированием. Никто не борется за Армению, никто не борется за Азербайджан. Они принимают в конечном итоге решения сами и действуют сами. В зависимости от своих возможностей. Поэтому не надо никаких иллюзий. То есть вы хотите сказать, что сегодня Украина может взять и сама начинает принимать решения в отношении, я не знаю, своего позиционирования в мире, в отношении своих союзников, в отношении многих. Есть ли у нас на это еще ресурсы? Я понимаю, что это обидно звучит. Финансовых ресурсов нет. У нас особого выбора нет. Финансовых ресурсов у нас нет и Россия нам денег не даст. Но мы же понимаем, что если дестабилизировать ситуацию... Ну, почему? Может быть, и дала бы, если бы, как вот Лукашенко ведь, вот раз и сразу. И что? Полтора миллиарда. Как говорится, что это изменило? Не знаю. Ну, вот именно. Лукашенко все равно не поддерживаем своим народом, сколько денег ему не давать. Поэтому тут я бы не усложнял эту ситуацию. Она всегда была прозрачной. Украинцы могут строить государства сами. Цивилизованный мир поможет им в их стремлении быть частью этого цивилизованного мира. Это долгий путь. Но рассчитывая на то, что Соединенные Штаты будут предлагать нам какие-то решения, когда мы сами не захотим их принимать, это очень странная идея. Но мы же рассчитываем сегодня на это. Я на это не рассчитываю. Вы нет. Но даже я вот читаю посты украинских политиков, которые в исторге пишут о том, что наконец-то Байден и вот все-таки мы сейчас как? Что как? Все как. Все? Украина пользовалась достаточно большой двупартийной поддержкой Соединенных Штатов и в годы президентства господина Трампа. Президент Трамп действительно вместе с Конгрессом передал России или Украине ретальное оружие, которое не было передано по президенту Обаме. Почему нужно считать, что сейчас что-то коренным образом изменится? Не знаю. То есть вы думаете, что для вот все тех, кто пишет, что сейчас как вот мы рванем и что Байден придет и нас защитит? Я вполне допускаю, что президентство... Мы что говорим? Что Байден назвал главным врагом Россию? Не Китай, Россия. Президентство Байдена может означать, что Россия не пойдет на эскалацию ситуации в Украине. Почему вы так думаете? По какой причине? Именно при президентстве Обамы и при вице-президенте Байдене был захвачен Крым и началась война на Нейнбассе. Президентство Байден не президент Обама. Это разные люди. Почему? Потому что вообще просто потому что это разные люди. Обама это один человек, Байден, другой человек. В любом случае. Потом еще тогда, мне кажется, что когда начиналась история с Крымами, особенно с Крымом, американская администрация еще до конца не могла понять весь уровень угроз. Я бы сказал, вообще российского вмешательства в геополитику, который тогда уже... Теперь уже ясен до конца. Это тоже надо понимать. Вот это, кстати, беспокоит на самом деле. Это фраза, что американская политика до конца не понимала. А чем они вообще занимались-то вообще? Ну а почему американцы даже все понимают? А кто вообще тут главный был жандармом мира? Кто взял на себя эту кепочку? Никто никогда ничего одевал. А мы надеваем на Америку эту кепку. Она ее не носит, конечно. И не надо преувеличивать американское понимание процесса вокруг Соединенных Штатов. Я все время напоминаю. Президент Джорджиев, старший в августе 1991 года, выступал здесь в Киеве, призывая украинских парадометариев поддержать обновленный союз Горбачева. Конечно, мы помним. Это очень хорошо. Да, все это помнить. Когда начиналась история с Крымом, на Западе господство стало мнение, что Путин Крым удовлетворится, что ему вообще нужен Крым, что это вот такая давняя российская мечта и так далее. Ну и что? Не нужно преувеличивать. После смены власти в Соединенных Штатах, безусловно, Соединенные Штаты могут вести себя по отношению к России жестче. Но они не являются основным игроком в истории с Донбассом. Например, там есть Минские соглашения, Франция с Германией и так далее. Вот давайте о Минских соглашениях. Это очень интересно. Кстати, вот в этих договоренностях вокруг Нагорного Карабаха Минская группа-то где? Где Соединенные Штаты Америки? Где же этой ночью представители Франции были? Я вам рассказал. Куда же они делись? Я вам рассказал, как это вообще выглядело и что могут сделать, в данном случае, представители Соединенных Штатов или Франции. Я ничего не могу сделать. Когда еще, тогда. Ну и да, это так и правда. Это я к Минским снова, к нашим договоренностям, параллели провожу. А Минская группа по Карабаху, создавшая десятилетиями, доказала неэффективность решения этой проблемы, потому что обе стороны не готовы были к какому-либо решению. Вот теперь результат такой, какой есть. Так может быть и с Минскими соглашениями спустя десятилетия? Ну да. Вопрос там, кто будет бенефициаром? Мы или Москва. Опять-таки повторюсь, это вопрос государственного строительства, военного строительства, готовности страны жить в режиме осажденного лагеря и многих других вещей, которые украинцы не хотят. Если они этого не захотят, то бенефициаром будет Москва. Еще раз повторю, мы потеряем еще несколько областей. Я бы не хотел их здесь называть, но политически это понятно. Виталий, вот то, что вы уже сказали, что понятно, что будет новый президент. Почему вы уверены, что в Америке уже будет новый президент? Считаете ли вы, что суды уже ничего не поменяют? Да, конечно, считаю. Я вообще не понимаю, почему кто-то об этом серьезно разговаривает. Ну, потому что вспоминается, что там 2000 год, это история с Гором и Бушем. Когда была история с Бушем и Гором, Джордж Буш младший был объявлен избранным президентом Соединенных Штатов. А Альберт Гор, который проиграл президентские выборы, хотел пересчитать голоса в штате Флорида, где он тоже проиграл. И дошло дело до того, что Верховный суд согласился с тем, что нельзя пересчитать голоса на всех участках, потому что на каждом из участков штата были свои правила пересчета. Больше ничего не произошло. Это не то, что в Соединенных Штатах в 2000 году изменился победитель выборов. Это потом была разная мифология вокруг этого, которую вы продолжаете в какой-то мере говорить. Джордж Буш младший на момент подведения итоги был победителем выборов. У этого никого не было никаких сомнений. Альберт Гор поздравил Джорджа Буша младшего с победой на выбор. Он позвонил и поздравил. А потом возникло такое искушение. Потому что речь шла всего об одном штате, а не о восьмиках сейчас, в которых кандидаты шли ноздря в ноздрю. Вот и вся история. Но глава республиканского большинства в Сенате выступил и сказал, что будет бороться. Президент имеет право. Президент имеет полное право, как и любой гражданин Соединенных Штатов, подавать судебные иски, искать нарушения во время голосования и так далее. Но принцип американского избирательного права состоит в том, что каждый голос, поданный на выбор, должен быть учтен, если он подан законно. Вне зависимости от того, подан он законно во время непосредственного голосования или подан он законно по почте. Потому что по почте голосуют как сторонники одного, так и сторонники другого кандидата на постпрезидента. На этом можно вообще подвести черту. Потому что даже сейчас, когда мы слышим, что министр юстиции, генеральный прокурор США удалил распространение прокурорам расследовать нарушения в ходе избирательных, в ходе этих выборов, мы о самих нарушениях ничего не знаем. То есть поручение расследовать нарушения есть, а самих нарушений, которые нужно расследовать, нет. Это тоже такой интересный момент. Но я, Дональд Трамп, боец, у меня всякого сомнения. И он будет использовать все возможности для того, чтобы доказать, что он на самом деле является победителем этих выборов до того момента, пока ему не придется признать свое поражение. Когда это будет уже окончательно всеми запротоколировано. Но он решил ждать до этого момента. Это его святое право. Никто не может заставить его вести себя иначе. Очень многие предрекали, что будут чуть ли не какие-то столкновения в Америке по результатам выборов, что Америку будет штормить и что это может создать проблемы для всего мира и экономические в том числе. Вот сейчас можно считать, что ничего этого не будет. Американская демократия, я думаю, совершенно базируется именно на том, что большинство людей, которые живут в Соединенных Штатах, признают выбор. Понятно, что мы живем в эпоху конспирологии, когда очень многие вообще люди, которые являются сторонниками президента Трампа, тоже живут в этом конспирологическом мире, мире заговоров, однако эти люди не составляют того критического большинства, которое могло бы поставить Америку с ног на голову. Я не думаю, что сами не этого очень хотят, как видите. Означает ли это, что с приходом Байдена Америка снова раскроется для всего остального мира? Америка будет стараться играть роль мирового лидера в большей степени, чем это было при президенте Трампе. Она снова станет великой. Это возможно? Она снова станет великой? То есть вы хотите сказать, что Байден реализует вот лозунг Трампа? Ну, лозунг Трампа, они же по-разному может пониматься. У Трампа был один лозунг американского величия Байдена, может быть, другой лозунг. Каждый президент Соединенных Штатов делает Америку снова великой. Вы знаете, вот все бьют ногами сейчас Трампа, и вот если у вас есть еще две минутки, вот может быть, что-то хорошее все-таки. Вы составите исключение и скажете, что это хорошее Трампе, не знаю. Ну, потому что он уходит, наверное, если он уходит. Трамп неординарная личность, на всякое сомнение. Когда появляются такие люди, это становится катализатором политических процессов во всем остальном мире. Что и случилось, правда? Что и случилось, конечно. Вот, например, украинские выборы и влаиговость, сам этот конструкт Владимир Зеленский, это уже такой конец, этот хвост кометы, понимаете? Вот летит комета, а есть еще маленькие такие, когда видите, такие маленькие звездочки, которые потом тоже гаснут. Раньше, чем кометы? Не обязательно, может и позже. Позже, чем кометы? Да. Потому что комету мы еще видим, она же яркая. Но вот сейчас эта комета популизма, она исчезает с нашего политического горизонта. Почему вы называете Трампа популистом? Он популистом, он принимал ряд таких вот действий, которые являются очень реальными, очень практичными. Почему? Многие популисты в своей деятельности принимают реальные и практичные действия. Вопрос в том, что они говорят, к чему они апеллируют. Сама идея осушения Вашингтонского болота в тот момент, когда ты являешься частью этого болота и по сути выстраиваешь всю политику в сотрудничестве с институциями уже является ложной. Точно даже как ложной была идея президента Зеленского, который является клоном президента Трампа, только таким маленьким. О том, что он новый человек, который с новыми людьми придет, и будет все совершенно иначе. В политике не бывает иначе, это точно наука. Это нужно честно говорить людям, до трижды 3, 9, 4, 4, если вы помните, тоже 16, правда? А 5 и 5, 25. А даже если вы проголосуете за то, что 3, 3, 11, а 5 и 5, 28, этого не будет. Избиратели Дональда Трампа, Владимира Зеленского, многих других популистских лидеров этого мира голосовали именно за это. Но, к сожалению, 5 и 5, или для них, к счастью, для нас с вами, 5 и 5 осталось 25. И вот мы живем теперь в этом мире. Где? Но Трамп нарастил, Трамп нарастил, плюс еще 4 миллиона избирателей с прошлой избирательной кампании. Увеличил количество сторонников. Конечно, конечно, я не спорю. Увеличил количество сторонников, а президент Байден получил в свой актив самое большое количество сторонников за всю историю существования Соединенных Штатов. Это большой успех. Но мы должны смотреть сами не на это, а на распределение сил по Штатам. И на то, что президенту Трампу, будучи популярным политиком, и даже не политиком, а полярным человеком, большим трудом удалось выиграть штат Техас, традиционно-республиканский штат. Ввиду даже не потому, что Трамп плохой или хороший, а потому, что меняется демографический состав населения этого штата. Таким образом, уже через 4 года или через 8 лет кандидат-демократ будет выигрывать Калифорнию, Техас и Нью-Йорк. Таким образом, политическая история Республиканской партии Соединенных Штатов приходит к своему финалу. То есть, вы считаете, что за республиканцев голосуют более старшее население? Нет, я считаю, что республиканцы не более старшее население, а другое просто. Я говорю об этнографии демографических изменений, что состав Техаса меняется не с точки зрения. Переезжаем. Много испанезов, миграция, более молодое население. Да, да. Если кандидат-демократ будет выигрывать Калифорнию, Техас и Нью-Йорк, Калифорния и Нью-Йорк в любом случае, Техас, вероятно, и Чилис четыре. То есть, республиканская партия будет партией спойлером. Ее кандидат просто будет знаменовать то, что есть конкуренция на президентских выборах, но никогда не будет на них выигрывать. Поэтому нам нужно уже думать не об этом, а о том, как будет расклад сил среди демократических кандидатов в будущем выглядеть. Удастся ли демократам-либералам, центристам, как Байден, переигрывать кандидата влево спектра таких, как Сандерс. Это сейчас самая главная проблема будущего, а вовсе не проблема Байдена и Трампа. Вы об этом забудьте. Трамп это прошлое. Республиканская партия может стать прошлым на наших глазах. Из-за этого расклада сил. То есть, вы хотите сказать, что мир левеет? Нет, Соединенные Штаты меняются. Но мир-то тогда левеет. То есть, эти идеи какие-то... Демократы это не левая партия. Ну, Уоррен, Сандерс, вы же сами сказали. Да, конечно, демократы это не левая партия, республиканцы это левая партия. Это партия Линкольна, это партия, которая боролась с рабством. Типичная левая партия. Это партия, которая войну устроила гражданскую, чтобы уничтожить рабство. Тоже мне... Это же все сейчас, в американской политической системе не так выглядит. Просто действительно, в демократической партии есть вот такое вот социал-демократическое крыло. Очень сильная международная партия. Да, но в целом, демократическая партия это типичная партия либерального класса Соединенных Штатов. Республиканская партия может меняться на наших глазах, чтобы сохранить власть. Неожиданно. Потому что оказалось, 4 года назад и сейчас, что у нее нет никаких собственных ресурсов для борьбы с демократами. Для того, чтобы бороться с демократами, мне нужен Трамп, который не республиканец. Кто просто воспользовался демократической партией для удовлетворения своего эго. А мог бы стать быть демократом. Он же был демократом в свое время. Ну и что? Трамп-демократ тоже бы выиграл в 16-м году у кандидата-республиканца. Потому что это было другое на американской политической сцене. А сейчас идет к нормализации политики. Поэтому республиканцам нужно серьезно задуматься о том, что с ними будет. Означает ли процесс нормализации политики нормализацию политики во всем мире? Конечно. Популизм умрет на наших глазах. Вместе с коронавирусом. Потому что как раз пандемия коронавируса показала неэффективность популизма. Ничего нельзя сделать, если нет кислорода, лекарств, коек. Можно выступать с речами, говорить коронавируса нету, кидаться масками в толпу, люди все равно будут умирать и болеть. Все политики популисты или нет? Нет. Есть политики, которые придерживаются... Назовите фамилию политика непопулисты. Я не буду называть фамилию, я прошу... Одного. Двух. Политик непопулисты это человек, который знает, что ценности существуют. Они думают, что ценности им прикрываются для того, чтобы обделывать свои делишки или идти к власти. Это очень все просто. Я не подтверждаю, что есть политики популисты и есть политики непопулисты. Я утверждаю, что есть политики, которые подозревают в существовании ценностей. Именно поэтому пара, условно говоря, Байден-Порошенко отличается от пары Трамп-Зеленский. Не потому, что Байден-Порошенко обязательно придерживаются ценностях, потому что они знают, что они на самом деле есть и есть люди, которые в самом деле их разделяют. А Трамп-Зеленский этого не подозревают. Вот и все. Ну тогда они самые большие популисты, потому что они используют большие цели, говоря о ценностях в своих собственных интересах. Политик, который учитывает, что его избиратели руководствуются ценностями и хочет с этим избирателем наладить диалог и есть политик непопулист. Это все очень просто. Так выглядит политика. Но ценности ведь для всех разные. Нет, ценности, они универсальны. Их Господь дал на Моисею во время, так сказать, заключения Завета, а потом повторил Иисус Христос, а потом пророк Мухаммед. Да, очень просто. Там все написано. Советую перечитать, я думаю, что это будет хорошим подспорьем для любого, кто хочет заняться политической деятельностью. Ну ладно, но вы-то знаете, что политики не руководствуются в большинстве своем такими темами? Нет, не знаю. Я думаю, что это постсоветское представление о политике. Я не удивлен, что вы это разделяете. И не удивлен, что очень многие соотечественники наши так думают. Они вообще часто думают, что люди притворяются, когда честны. Поэтому мы общество, толерирующее коррупцию и прочей мерзости, и готовое бороться с коррупцией исключительно на верхних эшелонах, потому что большинство людей, которые не любят коррупцию на верхних эшелонах, просто завидуют людям, которые воруют больше, чем они смогли бы своровать. А вот не толерирование коррупции, это совсем другое. Это когда ты сам, понимаете? Ценности, это когда ты сам выполняешь заповеди или понимаешь, что твой ближний их выполняет хотя бы. А не тогда, когда считаешь, что все вокруг воры, негодяи и так далее, и ты тоже ему просто притворяешься. Западные политики исповедуют ценности? Конечно, многие исповедуют, многие нет. А украинские? Есть, которые понимают, что ценности существуют, есть, которые ими пользуются. Вот это политики популисты. Мы сейчас, с 19-го года, находимся в кругу таких политик, так называемых, новых лиц. В кругу циничного правоуправления стран, которое в ближайшее время завершается. Завершается? Конечно. Это когда? В ближайшее время? Когда? В 2021-2022 год. Вы считаете, что будут перевыборы? Я не знаю, в каком виде это произойдет, но я думаю, что смена власти неизбежна.